Клюшки, мячи и шайбы возвращаются в Архангельские дворы. В областном центре возрождают традицию дворового хоккея. Как правило, инициатива исходит от детей, но и взрослые в стороне не остаются. Порой приходится не только заливать лед, но и выполнять большой ремонт. Наша съемочная группа нашла как минимум два таких примера. Для школьницы Надежды Макуровой зима стала любимым временем года пару лет назад, когда впервые встала на коньки. С недавних пор оттачивает мастерство в шаге от дома. Мальчишек-хоккеистов юная фигуристка не смущает. Места на ледовом корте хватает всем. Нам тут нравится, потому что тут мы делаем трюки, занимаемся, а потом мы можем выступать. Тут очень клево. А ведь еще пару лет назад двор на Оголушино-9 зимой находился под снежным покровом. Какие уж там коньки. Но детский вопрос успешно решили взрослые. При поддержке команды депутата областного собрания Александра Фролова были выделены необходимые средства. И уже вторую зиму ледяной каток радует детей и взрослых. Площадка была уже в таком достаточно разбитом виде. Мы приняли решение о том, что ее нужно восстанавливать, нужно ее делать. Нашли внебюджетные средства, восстановили борта и сейчас заливаем ее. Здесь проводятся турниры. Во дворе второго дома по улице Тимми тоже скрещивают клюшки. Впервые за многие годы благоустроить территорию удалось по программе «Комфортная городская среда». Спортивную площадку сделали круглогодичной. Летом – баскетбол, а зимой – хоккей. Собственно говоря, было какое-то время, что действительно было почти все площадки в городе были заброшены. Но на данный момент мы стараемся силами депутатского корпуса и внебюджетных средств привлекать, и заливать лед, организовывать игры. Молодежь популярность дворового спорта объясняет просто. Фитнес-залы и крытые катки – это хорошо, но хоккей на свежем воздухе несравнимо лучше. Я сам хоккеист. Когда-то занимался хоккеем, а вот тут сейчас с ребятами вспоминаю азы, так сказать, молодости. Боевой дух молодых спортсменов взрослые в этом году поддержат вновь. Традиционный турнир по хоккею с мячом пройдет 23 февраля на корте в Майской горке и площадке на Тимме-2. За золото будут сражаться сборная команды школьников. Организаторы обещают и болельщиков не оставить без подарков. Артемий Заварзин, Денис Линчевский, Регион-29.